Кума, привет ещё раз. Ну, как я и обещал, про наших семеро смелых будет ролик. Но не только про них. Во-первых, вот мне сегодня задали интересный вопрос. Добрый день, как вы относитесь к браку для определенных целей? Ну, в смысле, какие-то меркантильные цели. Жениться и... Я не знаю, бывают братьев, что женятся на деньгах, женятся на гринкарте или замуж выходят, то же самое. Ну, как я? Я ничего могу с этим поделать. Браки бывают разные, совершенно разные. Причём, вот, насколько вы знаете, наверное, да, в Америке, ну, не только в Америке, но в Америке, в частности, вот есть фиктивные браки, скажем, платишь деньги, да, и, значит, после того, как человек на тебя поженился, или замуж вышел, да, ну, вот, через какое-то время получаешь гринкарту, всё это согласовано, они, значит, живут не как муж с женой, а просто, как говорится, ну, как друзья, да, партнёры, вернее. Ну, какие тут друзья? Партнёры. И потом, значит, получают гринкарту, до свидания, всё. Разводятся и дальше уже живут сами по себе. Ну, во-первых, я говорил, что это очень опасно. А во-вторых, у меня на память, ну, то они распознают элементарно, вот, такие вот. Там, знаете, какие волки сидят в иммигрейшен, они запросто распознают. Действительно у вас брак, взаимная, как говорится, взаимная любовь, там, или уважение, что такое, прочее, или дело чисто в деньгах, да. Вот. Ну, они распознают. Вот. И потом вот у меня, я просто хочу рассказать, случай был интересный. Давно это ещё было, я только приехал. Вот. Одна женщина, значит, вышла вот таким образом замуж за болгарина, да. Он ей заплатил там 50, ой, 50, 15, по-моему, или 20 тысяч долларов, да. Вот. Ну, и она с ним жила, вот с этим болгариным. Убийцей Веником. У него, там, у него какая-то болгарка была там, да, в Софии. Вот. И вот он, значит, ждал, пока всё это дело, значит, закрутится. Ну, в смысле, пока он получит грин-карту и вызовет её оттуда, да. Вот жили они, жили, жили они, как это самое, ну, как брат-сестра, да. То есть, вместе не спали, там, и всё такое прочее. А ей было не очень это хорошо, потому что, ну, как, живой мужик, да. Вот. А он ещё вдобавок там где-то любовницу завёл. На стороне, естественно. Он к себе-то не водил, но у него совесть есть. Вот. И, в общем, не очень хорошо получалось всё это. Они прошли там огонь, воду и медные трубы, потому что, ну, всё время его спрашивали, а как это вот вы замуж вышли. А вот, значит, ну, ещё перед этим, перед замужеством, вот когда они собирались, значит, в брак вступать, их расспрашивали, а в чём она спит, там, то, сё. Ну, в общем, как-то так вот, да. Сейчас не помню точно, смысл у него, там, смысл в том, что они так долго жили, что друг к другу привыкли. Вот. И когда, значит, он получил грин-карту, всё, вроде бы, можно уходить, а он от неё не уходит, не уходит. И та уже замуж вышла, вот, которая в Софии его ждала, да, любовница куда-то подевалась. И, в общем, они так и стали жить в мете, и так и живут. Начиналось с фиктивного брака, вот, а закончилось нормальным браком, вот они так живут и живут, я их, правда, давно не видел. Ну, а куда они денутся? Они уже в возрасте, это же время требуется. Вот так. Так, и ещё, значит, кроме вот этого случая интересного, весёлого, я хочу ещё вот что сказать. Вот, ну, у меня сейчас пять человек, что-то много сразу, да. О, семь, я уже говорил, что семь, да, вот. И я немножко запутался, и вчера вот написал одной, значит, даме, вот. Она мне... Разговор был о чём? У неё там фотографии есть очень хорошие, но маленькие. Вот. И, значит, она мне прислала вот несколько, я говорю, вот это хорошее. Она говорит, это маленькое, её на сайте не пропускают. Ну, я ей сделал эту фотографию побольше, вот. И отослал, вернее, не думал, что отослал. Вот она, бедная, значит, искала, искала, где же она, эта карточка-то. И мне сегодня уже с утра прислали письмо, а карточки нет. Я, о, значит, ёлла, послал. По новой я её стёр уже. По новой пришлось всё переделывать, значит, я её отослал. Вторая сегодня, это первый случай. Вторая женщина, у меня две женщины, вот, тоже сегодня пишет. Вот, у меня, я нашла хороший сайт, вот я, вот пароль, то всё, 5-10, а ссылку не прислал. Я говорю, ну, хорошо, а куда я с этим паролем пойду? Я к чему это говорю? Я к этому со смехом отношусь, не знаю, какой. Вот, мы вовсе даже не супер, ни я не супер, ни они все не супер, да. Кое-как разбираемся. И правильно кто-то сказал, меня по IP там ещё не пустят, вот, на их аккаунты, да. Ну, то есть, допустим, человек в Москве завёл себе аккаунт на брачном сайте, да. А я пытаюсь к нему зайти из Чикаго. Вот, и, в общем, начинается конфликт. Они мне говорят, ты вообще кто такой? И нужно подтверждение. Ну, можно заходить, но нужно подтверждение. Как это сделать? Я не знаю, он не знает. Ну, сделали, слава Богу. Вот. То есть, мы, вот, как это Задорнов говорил, тупые они, тупые. Я когда-то этим занимался, очень давно. Они тоже новички во всех этих делах. И вот, ребята, это я к чему всё такую длинную историю рассказываю, да. Вот вы посмотрите, как у нас, у таких вот деревянных, да, вот, будет всё это дело получаться. Понимаете? Мы вовсе не супер. Мы, мы, я специально никого не подбирал. Я специально не готовился на курсах, да. Вот, просто вот, обычные люди. Это мы просто ставим эксперимент. Берётся вот пробная группа, семь человек, совершенно обычные люди, да. Вот, и я тоже обычный блогер. Ну, я умею компьютер ремонтировать, но к интернету это отношение не имеет. Ведь я в интернете, ну, не супер, как говорится, далеко не супер. Вот, путаюсь всё время, куда чё нажимать, там, и так далее. И вот мы попытаемся сейчас вот такой группой, вот этой повозкой, да, кому-то здесь здорово, понравилось. Ну, я просто вспомнил повозки первых этих пионеров, да, переселенцев американских. Тут столько фильмов показывают про эти дела. Вот, и мы этой повозкой пытаемся прорваться, значит, сквозь кордон. Посмотрим, что из этого получится. Ну, вот, ладно, повеселились. И я пошёл на связь со своими вот этими ребятами. У меня с утра не было времени. Вот, сейчас будем разбираться, что там и как. Всего хорошего. До свидания. Доктор Влад с вами. Субтитры сделал DimaTorzok